Вечер перестает быть томным, что не предвещало беды, но мы едем на охоту. Вообще на уток, но там как пойдет. Жить охотников непростая штука. Нужно уметь преодолевать препятствия. Нужно быть незаметным для утки, поэтому мы в черном. Тетя Инна идет на охоту. Ты чуть не потеряла самое ценное. На курточке посидеть можно. Это специальные на утку именно? Ну да. От нее же ничего не останется. Если бы это была на слона, тогда под нее ничего не осталось. Пятый номер. Дроби. Где эта утка, да? Чтоб утка ловилась большая и маленькая. Чтоб утка ловилась большая и маленькая. Чтоб утка ловилась большая и маленькая. Ежи ежит. Ежи ежи ежи. Я ей сколько раз говорил нахернуть и ежи ходит. Ежи 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 ежи. Аккуратно. Они прыгают, смотрите, имею ввиду. Куда прыгать-то? Куда? Ежи подпрыгивают. Ежи? Они вверх подпрыгивают. Головы не нужен? Какой симпатичный. Да? Крыса. Это большая и колючая крыса. А вы знаете самых грязных животных? Ежи? Ты мой хороший. Потому что они не могут себя почистить. Как коты вот облизывают, они не могут, потому что они колючие. У них плечи. Пойдешь ко мне жить? Да, у них плечи. Лучше не ходи. Такой грязный нос. Я передачу про них смотрел. Клещей и всякого говна, их очень много. Ну ладно. Что делать? Ночью на шашлык к нам пришел вот такой замечательный котейка. И привязался ко мне с первого дня. И ходил за мной все два дня. Не знаю, что с ним даже делать. Вот ты понимаешь, я ухожу, а он вот идет за мной. Не зови его, чтобы еще домой пошел. Бабушка Маша не найдет. Протестует. Никуда не уходить... Клещей. 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 Приехали мы за молоком, а здесь вот такие друзья. Клещей. Клещей. прилично себя ведет себе. А мы едем куда? Скажешь, куда едем? Да, куда едем с тобой? Куда едем, скажи. Едет товарищ в шоке от Москвы. Да. Сиди, сиди. Сиди, где сидела. Наступил сентябрь. Планировала дать деток в сад с 1 сентября, но события повернулись немножечко другим образом. У нас теперь тут деревенская жизнь временно. Мы ухаживаем за курочками, за котиком и за собачкой. Да, у нас появился котик. Марсюша. Марсик. Марсик, иди ко мне, мой хороший. Привет. Мама, у меня курочка. Вот такой красавец. Ну, в общем, мы тут выпустили всех на вольные хлеба. Мама, со мной куры бежали. Да ты что? Вот видите, все. Завтра нанесут нам, наверное, каждое по два яйца. Если они этого не сделают, то они не выйдут больше на прогулку. Побежали, побежали. Ой, как хорошо, что не надо с ним выходить никуда. На улице холодно. Ну, я заставила себя с силой встать. Восемь утра. Собаки. Вторая прогулка. Ой, а кто меня встречает, мой хороший? Смотрите, Марсик. Марсюшкин меня встречает. Ты уже голодный. Сейчас пойдем его кормить, мой хороший. Иди, мой сладкий. Ты какой малыш. Такой милый, да? Пойдем кушать с тобой. Пойдем. Пойдем, Марсюша. Сегодня хорошая погода такая. Хитрый пришел на стол. Я тебя еще не насыпала. Да дожди, голодный. Пойдем вниз, пойдем. Пойдем, иди сюда. Пойдем, Марсюха. Пойдем, как слезать будешь? Пойдем. Пойдем вниз. Пойдем кушать. Пойдем. Идешь? Бежит. Так, ну теперь идем к моим подружкам. Привет, Цыпули. Привет. О, тоже скушали. Сейчас они вам нацепим еду. Ну все, все, они уже ждут прям. Сейчас будем врываться. Коренное царство. А ну-ка, ну-ка. Куда пошли? Идите сюда. Цыпы. Цыпы, цыпы. Ой, господи, они еще клюются. Мама милая. Голодные. Вы понимаете? Чуть не сожрали меня. Чуть не сожрали меня. Ну-ка, отойдите чуть-чуть. Деловые. Вы понимаете, что делают? Гадины. Страшно? Ко-ко-ко. Ой, когда солнышко. Прям вообще классно просыпаться. Если бы сейчас был дождь, мне кажется, я была бы не такая довольна. Не так радостно бы выбежала всех кормить. Ой, ну честно, собака меня разбудила сегодня. Господи, в час ночи. Он запищал, захотел к нам наверх. Спустился, его подняла. А потом он проснулся еще полседьмого. Полседьмого, чтобы я с ним погуляла. Поэтому сегодня я, наверное, его отправлю ночевать в баню. Потому что я не готова так рано вставать. И дети просыпаются. Само главное, дети просыпаются. Так, ну ничего. Время сейчас восемь. Все покормлены. Остались дети. Приступаем. Сказалось, что всех покормила. Ну, как это покормила? Микки-то не покормила. Кушай. Не забыла я, не забыла про тебя. Кушай. Так, покормить-то мы покормили всех. Теперь сбор яблок. Очень много яблок в этом году. Все это дело падает. Поэтому все это надо. Естественно, собирать. Фитнес. Кто здесь загорает? Кто здесь загорает? Кто здесь такой кот красивый? Кто здесь такой котик? Кто такой кот? Красавчик, да? Так, а еще курочкам нужно травку. Поэтому мы вот нас собирали. Хочем их кормить. Иди сюда, вставай, Лука. Оставь ему тоже, он тут кидает. Кидайте курочку. Подальше, подальше им бросайте. Молодцы, супер. Котик, ты хочешь помогать еще? Все пришел, вся команда у нас. Иди к нам. Потом посмотрим, снесли ли они нам сегодня яички. Так, ну что, теперь надо посмотреть яички. Открываем. О-о-о, так. Сколько? Вон еще. Одно и два еще, да? Три всего. Еще много что-то. Ну. Еще беру я с ней. Очень хорошо, берите, понесли домой. Милана, иди возьми. Это мама. Это мама. Хорошо? Выходите, моя хорошая мама. Мама, что ты делал, хорошая? Я надеялась, что будет больше. Так, тут вот еще одна пришла, наверное, нестись, да? Ну давай, моя хорошая. Ну а теперь самое приятное, сбор урожая. Какая макинка у нас. Макинка. Ой, вы знаете, но все равно на все, казалось бы, минусы, ранние подъемы, кормежка животных, все равно в загородной жизни много плюсов. А в данном случае куры, да, их надо вставать, там, кормить траву им, рвать. Они тебя клюют, но все равно вкусные яйца. Вот. А та же деток выпустила, они гуляют. Сейчас я с ними, а так я их могу выпустить. На участке они ходят, я занимаюсь своими делами. Да и вообще воздух, природа. Поэтому я очень надеюсь, что скоро осуществится и моя мечта с загородной жизнью. Где гриб? Ну давай, пасим. А мы нашли гриб. Вот опять же, понимаете, мы идем. И тут вот растет у нас гриб. Я даже не знаю, что это за гриб такой. Давайте посмотрим. Ого! Ну какая-то я не знаю. Не знаю. Ну и вот, немножечко о моей загородной мечте. Это наш домик. Потихонечку делается. Я, конечно, не снимала ничего сначала. Весь процесс с нуля мы сами строили. Вот даже не знаю, стоит ли начинать. Снимать. Мы сейчас едем выполнять одну очень важную миссию. Драться уже насмерть. Потому что до этого кот у меня был. И он приходил очень часто с очень жестокими ранами. Мы вынимали из него и зубы. И скальп у него был даже снят. Просто залечивали. И пропадал он по неделям, по весне. Это, конечно, страшненько. И как объяснил мне ветеринар, что коты не становятся валенками. Некоторые. Это особенность породы, опять же. Они становятся валенками, которые спят на диване. Они точно так же гуляют, ловят мушей, дерутся. Но уже все это идет в адекватных пределах. То есть они... Слышу. Ну, уже, так знаете, все это в лайт-варианте происходит. Поэтому сейчас мы отдадим котика. И заберем его через 2 часа. Ну вот и забрала котейку. Прошло 2,5 часа. Сидеть. Вон мой маленький. Сидеть там. Маленький, мой хорошенький, Марсюшечка. Сидит. Он еще немножечко вяленький. И мне сказали, будет еще отходить от наркоза. Мы посмотрим сейчас, как все будет. Надеюсь, что все будет хорошо. Вон Марсюшенька сидит, мой хороший. Он уже ожил. Прошло 2,5 часа. Сейчас едем домой. Посмотрим, как будет у нас проходить сейчас отход от наркотика. Марсюшенька. Злится, злится. Злой. Сказали мне сейчас, он будет злой. Детей к нему не подпускать, поцарапает. Поцарапал там весь ленарш. Все вообще. Мы приехали домой. Котик все еще отходит от наркоза. Ходит с трудом, но пытается передвигаться. Да? Мой хороший. Как твои дела, мой маленький? Детки, его жилет. Не трогай там, не трогай. У него валит. Гладим его, он не мурчит. Нету сил. Нету сил. Ну что? Падает? Так вот он ходит. Нету сил, но куда-то идет все время. Ну, такие неуверенные у нас шаги. Ну, зачем ты ходишь? Ну, зачем ты ходишь, мой хороший? Он должен поспать, по идее. Должен поспать, но его куда-то несет. Ну, все никак не может успокоиться. Все куда-то идет. Ну, уже шаг, смотрите, ровнее. Прошло всего полчаса. Нашки заплетают. Прошло еще два часа. И вот, смотрите, кошок уже попросился на улицу. Ну, кажется, он хочет кушать. Попробуем покормить его. Так, прошло у нас еще два с половиной часа. Посмотрите, уже бодрая походка. Относительно, конечно, но даже покушал, Марсюша. Покушал, чуть-чуть погулял, да? Сегодня уже прошла ночь после того, как мы котика кастрировали. Что могу сказать, все вообще прекрасно. Слава богу, он уже вечером прыгал. И мы вечером жарили шашлыки. Он уже пришел к нам бесконечно. Просит кушать. Мне кажется, он какой-то вечно голодный. Сейчас гуляет. Сейчас мы его позовем. Марсик, кс-кс-кс-кс-кс. Иди ко мне, Марсюшкин. Иди ко мне, мой хороший котик. Где мой хороший котик? Гуляет. Гуляет мой хороший котик. Он стал очень ласковым. Он стал прям вообще такой зайчик. Он был такой ласковый, но прям злой. Марсюша. Какой мой хороший. Какой мой кот обормонт. Ой, кот обормонт. Прекрасная осень. Холодно, конечно. Пригоди. Ой, что задумали? А я хочу. Ну, вы фантазеры, ребята. О-о. О-о. Уграли. Привет. А кто здесь у нас такой сидит? Вот теперь вот так вот он сидит. Лишь бы его гладили. Мурчит. Да, Марсюшкин? Наконец-то мурчит. Слышите? Замурчал. Вчера не мурчал. Только полседьмого первый раз замурчал. Я же даже запереживала. Да? Ой, он так прям на гепарда похож. Смешной. Эй, привет. Привет. Чего это? Цветочки. Это мне? Да. Спасибо. Дай тебя поцелую, можно? Ой, славец. Ты сняла? Сняла. Маш. Ты слабенький. Ой, это что? Рукет. Да ты что? Там много цветов. Спасибо.